Я приветствую вас на своем канале. Мы продолжаем обозревать новости, поступающие из мира туризма. И этот выпуск я бы хотела начать с темы, которую мы с вами обсуждали в прошлом ролике, где я вам рассказывала о том, как туроператоры резко повысили внутренние курсы валют, после того, как Центробанк понизил ключевую ставку до 11%. И после того, как это произошло, Альянс туристических агентств обратился к Зарине Дагузовой, главе Ростуризма для того, чтобы та, в свою очередь, призвала туроператоров к корректному поведению на рынке. Вот что заявляется в письме, направленном Зарине Дагузовой. Цитирую. Организация считает целесообразным и необходимым предусмотреть возможность изменения внутренних курсов валют туроператорами не чаще одного раза в один банковский день. Это позволило бы туристам и турагентам с уверенностью планировать бронирование и оплату турпродуктов, несмотря на изменение курсов валют в любую сторону. Ведь в условиях существенного повышения котировок курсов турагентам ничего не остается, как либо просить своих туристов внести дополнительную плату за тур, что, конечно же, приводит к конфликтам, либо же оплачивать тур из собственного кармана. Ну а теперь давайте разберемся, вообще туроператоры имеют право резко повышать внутренние курсы валют, и причем делать это не один раз в день. Вот как эту ситуацию комментирует юрист. Отношения турагентства и туроператора регулируются агентским договором. Как поставщик рассчитывает курс, с какой периодичностью может его менять, как должен оповещать об этом, в договоре не сказано. Обязательство турагента по передаче денежных средств поставщику считается исполненным с момента их зачисления на счет туроператора. Все материальные риски, связанные с курсом валют, являются рисками турагента. Однако это не означает, что туроператоры всегда могут требовать доплату, ссылаясь на внутренний курс. Ведь выставленный счет действителен в течение одного банковского дня. И если турагент вносит в течение этого дня оплату за тур, то туроператор не вправе пересчитывать стоимость путевки. Но с другой стороны, если за этот банковский день турагенты не переводят средства, то есть они не поступают на счет туроператора, то тогда уже турагент должен сделать соответствующую доплату. Хорошо, какие отношения с юридической точки зрения выстраиваются между туроператором и турагентом, нам понятно. А что же касается туристов? Вообще, турагенты при повышении курсов валют имеют ли право требовать доплату со своих туристов? Вот как комментирует эту ситуацию юрист. Если заявка оплачена туристом полностью, однозначно нет. Если клиент внес деньги сегодня, а турагент платит завтра, впутывать в это туриста нельзя. При необходимости турагент должен сам разбираться с туроператором. Если же турист оплатил только часть своего тура, курсы повысились, то в таком случае, во-первых, нужно читать договор, что там написано. Но, как правило, в большинстве агентств заключают такой договор, который предусматривает, что есть вероятность изменения цены, либо необходимость доплаты по курсу на соответствующую дату. Турист, безусловно, вправе отказаться. Но тогда это можно трактовать как отказ от турпродукта. И спор дальше будет идти по поводу осуществления возврата. Вот так вот комментируют права туроператоров, турагентов и туристов, специалисты в области юриспруденции. Посмотрим, последует ли в самое ближайшее время ответ от Зарины до Гузовой. Этого ответа ждут как и турагенты, так и сами туристы. Как только появится какая-то информация, я вам обязательно сообщу. Ну и, конечно же, ослабление рубля, повышение курсов валют, ну а также подорожание туров привело к тому, что туристы просто начали отказываться от покупки туров за границу. Многие турагенты стали сообщать, что на данный момент за последние дни туристы просто испарились. Продажи встали. Многие туристы хотят аннулировать туры, которые были подтверждены сегодня утром. Другой турагент сообщает, у меня все заявки вчерашние слетали, так как доплата от 10 до 100 тысяч рублей. Но в то же время турагенты сообщают, что есть и туристы, которые наоборот спешат с покупкой туров, чтобы и вовсе не остаться без отпуска. Сегодня туристы просили забронировать тур, хотя стоимость отличалась от предыдущей. Пока они обсуждали рейсы, цена одного номера подскочила на 20 тысяч рублей, а второго на 18 тысяч рублей. Результат ждем до вторника. Особо подчеркивается, что сейчас очень многие туристы сожалеют о том, что не успели приобрести туры до среды. Также турагенты говорят о том, что некоторые туристы, которые частично оплатили свои туры и вовсе паникуют, ведь стоимость путевок значительно выросла. А некоторые турагенты и вовсе теперь не спешат с продажами, поскольку считают достаточно неосмотрительным действием продавать тур, не зная, какой курс валют туроператор выставит через час. Вот что заявляет один представитель турозницы. Сама не рискну бронировать новые заявки. Пока везешь деньги в банк, все меняется. И ты не только не заработал, но еще и должен остался. Ждем какой-то стабилизации. Вот такая вот ситуация сейчас наблюдается в туристическом секторе России. Некоторые туристы просто отказываются от поездок по новым ценам. Да и сами турагенты говорят о том, что не спешат продавать туры, поскольку не хотят рисковать. Будем тщательно следить за этой темой, конечно же, и все с вами обсуждать. Я прошу вас не забывать ставить свои замечательные пальцы вверх под этим роликом. Стараюсь держать вас в курсе самых последних событий, даже будучи на работе. Поэтому ваши лайки для меня важны, поскольку они действительно помогают мне продвижением канала. Мы идем с вами дальше и переходим к заглавной теме роликов. К сожалению, опять у туристов возникают проблемы с вылетами в Турцию. Они просто-напросто не смогли попасть на курорты. Что происходит? Туристы покупают путевку у туроператоров. Им назначена дата вылета. Перед этой датой вылета они узнают, что их тур аннулирован, поскольку рейса не будет. То есть люди уже сидят на чемоданах, готовы отправиться в отпуск. И тут им говорят о том, что они никуда не полетят. И это было замечено не единожды сразу в нескольких городах России. За последнюю пару дней мне поступило несколько комментариев от моих зрителей, которые оказались в подобной ситуации, когда они должны были вылететь в Турцию, но в итоге никуда не полетели. Хочу зачитать вам комментарий от одной из моих подписчиков. Цитирую. 25 мая подписали договор с турагентом туроператор Коралл. Тур на двоих из Челябинска. Вылет турецкими авиалиниями. С 31 мая по 10 июня. Всю сумму внесли сразу. Пришло подтверждение. Мы собрали чемоданы. У меня мама в возрасте. Именно ради нее и для нее был куплен тур в ее любимый отель. Вчера ближе к вечеру вместо пакета документов нам позвонил наш агент и сказал, что тур будут аннулировать по причине отмены рейса и объективной невозможности исполнения. Тур стоил 162 тысячи. Мы экстренно начали смотреть другие варианты в этот отель. Заявили, что будут Азуры из Екатеринбурга. Начали смотреть 26-го другие варианты в наш отель и просто были в шоке. За вечер цены выросли в несколько раз. Со 183 тысяч рублей до 220 тысяч рублей. Я не буду вам зачитывать все примеры, но подобных комментариев накопилось достаточно под моими роликами. И действительно появляется информация от турецких авиалиний о том, что она отменяет часть своих рейсов из ряда городов России. В частности, турецкий лоукостер Anadolu Jet, который летает под кодом турецких авиалиний, сообщает о том, что отменяет часть своих рейсов из таких городов, как Омск, Челябинск, Казань и Пермь. Как сообщают турагенты, в Челябинске 27 мая не состоялся второй рейс в Анталию, который был заявлен в дополнение к ночному, летающему с конца апреля. Об отмене стало известно накануне, 26 мая, когда туроператоры предложили пересадить туристов на другие даты и рассмотреть варианты с вылетом из Екатеринбурга, Уфы или оформить возврат денег. При этом из полученных уведомлений следовало, что дополнительные рейсы из Челябинска сняты до 31 мая. Но такая ситуация наблюдалась не только в Челябинске, но и в Омске, и в Перми. 27 мая туристы также не смогли вылететь из своих аэропортов. Туроператоры перенаправили их в Уфу, предоставив трансфер. Но этой возможностью воспользовалось только 30 человек, потому что из Перми до Уфы ехать очень долго, почти 500 километров. Ну и на этом отмены рейсов не закончились. Вчера, 28 мая, судя по табло аэропорта в Казани, было отменено сразу три рейса в Анталию. Вообще изначально планировалось, что будет пять вылетов. В итоге три отменили, а два осуществили с задержкой. Конечно же важно отметить, что изменения у турецких авиалиний наблюдаются не по всему расписанию. К примеру, турагенты из Санкт-Петербурга заявляют, что самолеты с туристами летают по запланированному расписанию. Никаких отмен, переносов не наблюдается. Очень жаль на самом деле, что происходит такая отмена рейсов. В очередной раз страдают туристы. При этом нам никто не объясняет, почему эти рейсы отменяются. В одном из предыдущих роликов я вам с радостью сообщала, что наконец-то ставят дополнительные полетные программы. А в итоге, в итоге часть их отменяют. И туристы просто-напросто никуда не улетают, к сожалению. Вот такая вот сейчас наблюдается ситуация. Мы переходим к следующей новости. Вчера самолет турецких авиалиний, который следовал из Стамбула в Москву, совершил незапланированную посадку в Вильнюсе. В частности, Airbus A321 турецкого флагмана на подлете к российско-белорусской границе изменил запланированную траекторию движения и сделал несколько кругов в районе Витебска. Затем лайнер развернулся и направился в сторону воздушной гавани Вильнюса, где и запросил посадку. Сообщается, что еще находясь в воздушном пространстве Беларуси, самолет доложил о технической неисправности. На самом деле, борт мог приземлиться и в России, в ближайшем границе аэропорту. Однако, пилоты турецких авиалиний, зная, что сейчас из-за санкций на территории России есть проблемы с техническим обслуживанием самолетов, все-таки приняли решение приземлиться в аэропорту Вильнюса. Это все новости на сегодня. Будем обязательно продолжать тщательно следить за информацией, поступающей из мира туризма. На сегодня все. С вами, как обычно, была Катя, и мы увидимся в следующем ролике.